Статусные и дорогие. В Нью-Йорке проходит аукцион дизайнерских дамских сумочек, созданных такими именитыми брендами, как Луи Виттон и Шанель. За некоторые рассчитывают выручить более 100 тысяч долларов. Жемчужной торгов стали изделия ручной работы французского дома моды Эрме. Лидирует в коллекции сумка серебристого цвета Эрме Биркин. Выпуска граничной серии в таком цвете приурочили к Олимпиаде 2004 года в Афинах. «К сожалению, серебряное покрытие стирается, поэтому очень мало сумок 2004 года выпуска сохранилось в состоянии, пригодном для продажи на вторичном рынке. У нас это всего лишь третья сумка». Предыдущие две такие серебряные сумки этой модели были проданы на аукционах по цене 136 и 126 тысяч долларов. Модель Биркин названа так в честь актрисы и певицы Джейн Биркин. Первую такую сумку создали специально для неё. Этому предшествовала случайная встреча в самолёте Биркин и председателя правления компании Эрме Жан-Луи Дюма. Тот пообещал актрисе создать удобную сумку с карманами, из которых ничего не выпадает. Сумки Биркин стоят более 10 тысяч долларов. Другая эксклюзивная модель называется Himalaya Kelly 32. Её оценивают в 75-95 тысяч долларов. Не исключено, что сумку продадут за 100 или 200 тысяч. «Уникальность этой сумки в способе обработки кожи. Это очень трудоёмкий процесс, в результате которого получается такой цветовой переход. Это особенность изделия. Коллекционеры сумок Эрме считают это уникальным, поскольку цвет каждой сумки индивидуален». Линейка сумок Келли получила своё название благодаря американской киноактрисе и княгине Монако Грейс Келли. Она снималась с такой сумкой в фильме Альфреда Хичкока «Поймать вора». Тогда изделие фирмы Эрме впервые появилось на экране. Актриса буквально влюбилась в ту сумку. А поскольку Грейс Келли тогда считалась иконой стиля, то сумочка сразу стала популярной. Торги на аукционе Сотбис, сумки и аксессуары продлятся до 13 июня.